Время русского мира 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 Первая в мире Плавучая атомная Электростанция И радиотелескоп Евгения Фахурдинова Равид Гор Специально для телеканала Русский мир В музее Победы Представили экспозицию Из ста раритетов Времен Великой Отечественной войны Под названием Незабытые герои В выставку вошли Документы, фотографии, награды Обмундирование И личные вещи Жителей Ленинграда И участников Прорыва блокады Подробнее в следующем материале Экспозицию Незабытые герои Подготовили несколько музеев Среди них Из истории подводных лодок Типа С Краснознаменного Балтийского флота Школой номер 189 Шанс Музей Бессмертный Ленинград Гимназии Номер 295 Санкт-Петербурга И музей От Сталинграда до Вены Школой номер 1103 Имени Соломатина Города Москвы Наш музей 5 лет И очень знаковое событие Присутствовать сегодня здесь И представлять экспонаты Связанные с 80-летним юбилеем Прорыва блокады Ленинграда Мы привезли уникальные вещи Которые рассказывают О простых людях Жителях И военных Которые защищали наш город В условиях самой жестокой И самой длительной блокады В истории человечества Экспозиция открылась В преддверии юбилейной даты Восьмидесятилетия прорыва Блокады Ленинграда И теперь Реликвии Связанные с этим событием И хранящиеся в коллекциях Школьных музеев Увидят Тысячи москвичей И гостей столицы Среди них Печатные здания Посуда Пачка махорки Детские игрушки А также Школьная ведомость Учет успеваемости За 41-42 учебный год Самый тяжелый год Ленинградской блокады Перед вами Представлены Уникальные экспонаты Которые говорят Что это обычные люди Которым нужно было Поддержать их моральный дух Мы видим на витрине Гороховый суп Сухой паек На нем Изображены картинки Веселые Высмеивающие Фашистов А также Ободряющие стихи Самуила Яковлевича Маршака Есть здесь И коробка Для хранения семян Из Всесоюзного Института растеневодства Елочные игрушки Пережившие блокаду И конечно же Вещи защитников города Выставка Незабытые герои Посвящена и роли Балтийского флота В обороне Северной столицы Гости Музея Победы Увидят Личные вещи Военного корреспондента Александра Крона А также предметы Рассказывающие Об одной из самых Известных Подводных лодок С-13 Здесь можно увидеть И раритеты Принадлежащие Другим героям Например Фронтовику Главному редактору Газеты «Правда» Генерал-майору Дмитрию Шипилову Это китель Научные труды Мемуары Вещи его Адъютанта И многое другое Выставка будет работать До 27 января Мальчик Тайка Друг медвежонка Умки Вырос И стал Настоящим Шаманом Сидя в своей Яранге Он рассказывает Детям увлекательные Интересные истории О детстве И удивительных Приключениях Каких именно Узнаем из репортажа Моей коллеги Альбике Ильясовой Добрая зимняя сказка О приключениях Знаменитого Белого медвежонка Умки И его друзей В Арктике Ждет маленьких И больших зрителей В российских кинотеатрах Новая картина Киностудии «Союзмультфильм» Под названием «Умка в кино» Объединила сразу Несколько серий О приключениях Мальчика Тайка Белого медвежонка Умки Полярной медведицы Ильмы И злодейки Росомахи Мы сделали Такой Сборник Из истории Из приключений Умки И друзей Для кинотеатра Тем более Что формат сериала Как раз Это Очень хорошо Выдерживает Поскольку У нас Такая форма Что Начинается Действие Каждой серии В геранге Или около Геранге Шамана Тайки То есть Тот самый Мальчик Тайки Которого Мы все С детства знаем Он Вырос И он Стал мудрым Шаманом И к нему Приходят Чукотские дети Нану Гомрам И Татата И между Детьми Может произойти Какая-то Ситуация Которую Они не знают Как решить Или может быть Небольшая Ссора Или какой-то Вопрос И Вдохновленный Вот этой Ситуацией Шаман Рассказывает Каждый раз Новую историю Которая Чуть-чуть Поучительная 55-минутная Эксклюзивная Киноверсия Нового Мультсериала Умка Собрала Воедино Несколько Новых Эпизодов Творческая Группа Союзмультфильма Создала Увлекательный Полнометражный Формат Для большого Экрана Создатели Сериала Умка Вдохновлялись Классическими Лентами Владимира Попова И Владимира Пекаря Умка 1969 И Умка Ищет друга 1970 Автором Оригинальной Истории Сценария Выступил Писатель Юрий Яковлев Который Отразил В ней Любовь К своей Маме Погибшей В блокадном Ленинграде И сейчас Команда Умки Она Разрослась Она Насчитывает Более 80 Человек Это Только Один Проект И Большое Количество Сценаристов Каждый Работает На своей Серии И Есть Редакторский Отдел Студии Через Который Все Сценарии Проходят Обязательно Читку Все Приводится К Какому-то Такому Общему Знаменателю Для того Чтобы Истории Не выпадали Из нашего Мира Умка В кино Это Совместный Проект Союз Мультфильма И кинокомпании Коро Прокат Сопродюсером Мультсериала Выступил Онлайн Кинотеатр ОКО Татьяна Киселева Выпускающая Режиссер Картины Рассказала Почему Нужно Посмотреть Умку Именно В кинотеатре Во-первых Вы точно Получите Невероятное Удовольствие От Забавных Историй Которые Происходят Со зверят Во-вторых Вы увидите Целых Пять Историй Которые Еще Не Появились И в ближайшее Время Еще пока Что не Появятся На Телевидении И на Платформах Так что Это Только-только В кинотеатрах Можно Сейчас Увидеть И В-третьих Вы Услышите Шикарную Новогоднюю Песню Мы Ее Записывали Несколько Месяцев Работала Большая Команда И она Очень-очень Вдохновит Всех Зрителей На Целый Год Я уверена Планируется Что Подобные Полнометражные Выпуски Основанные На Самых Популярных Анимационных Проектах Союзмультфильма Будут Появляться В качестве Кинотеатральных Релизов На Регулярной Основе Альбика Ильясова Специально Для Телерадиокомпании Русский Мир Главный Редактор Телерадиокомпании Русский Мир Любовь Курьянова В эфире Одноименной Радиопрограммы Поговорила С заместителем Губернатора Херсонской Области Татьяной Кузьмич Как изменилась Жизнь После 30 Сентября 2022 Года У жителей Новых Регионов России Смотрите В специальном Многие Знают о том Что пришлось Пережить Педагогу Русисту Из Херсонской Области Татьяне Кузьмич Из-за своей Любви К русской Культуре Во времена Украинизации Будучи Основателем Русской Национальной Общины Русич Татьяна Занималась Культурологическими Программами Поставив Перед собой Основную Задачу Позиционирование Единства Трех Братских Народов Русского Украинского И Белорусского Это нравилось Не всем Помимо того Что я была Учителем Русского Языка И литературы В душе Сейчас остаюсь Очень Не хватает Этих встреч Сейчас с детьми Но Сейчас другой Фронт работы С 2003 Года Я возглавляю Общество Русич Это общество Проводило Педагоги Которые И родители И детки Которые Участливы В наших мероприятиях Мы проводили Очень интересные Культурологические Мероприятия Сначала Для детей Потом Это были Семинары Творческие Мероприятия И для учителей Русского Языка Истории И не только Все те Кто Любит Русскую Культуру И Конечно После 2014 Года Немножечко Деятельность Я не скажу Что она была Прекращена Но Мероприятия Мы стали проводить Меньше По понятным Причинам В 2020 Году Татьяна Вышла под залог И полтора Года до начала Спецоперации Находилась в режиме Бесконечных Судебных заседаний Ходила с браслетом И не имела права Выезжать из Херсона Ее судили За измену родине И шпионаж И вот в августе И вот в августе 2020 года Ко мне пришли Предъявили Так сказать Претензии Ко мне Обыск Длился 6 часов В моей квартире После этого Забрали меня И полтора Месяца Я находилась В СИЗО И благодаря Небезразличным Людям И особенно Коллегам По русской Теме Вот тут нужно сказать Отдельно И это не только Руководители Русских организаций Украины Страны СНГ Но и За И дальние Зарубежные То есть филологическому миру Конечно Да Они Поддержали Очень Кто и Моральный Финансовый И так далее Но особая благодарность Это конечно Фонду Защиты соотечественников При Министерстве Иностранных дел Которые Дали возможность Все-таки Мне Выйти Под залог Сегодня Татьяна Называет Своей главной Миссией Выстраивание Правильного Сознания Школьников Оно должно Быть настроено На творчество Татьяна уверена Что политика Украинского Государства Была разрушительной А наша задача Ориентировать всех На созидание На этом Наш выпуск Завершен Оставайтесь В курсе событий И следите За жизнью Русского мира Вместе с нами Если в вашей стране Городе Проходят интересные Мероприятия Связанные С жизнью Русского Зарубежья Будем рады Вашим материалам С места события Свои работы Вы можете присылать По адресу Новости РМ Собака Яндекс.ру Всего доброго И до свидания